КОНЕЦ 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 А наша страна, вся наша страна организовалась в единобоевой лагерь, чтобы вместе с нашей армией и нашим ветром осуществить разгром немецких захватчиков. Вновь, когда наша страна находилась в еще более тяжелом полотенце, вспомните 1918 год, когда им праздновали первую годовщину Октябрьской революции. Три четверти нашей страны находились под бал, в руках иностранных интернетов. Икраина, Кавказ, Средняя Лария, Урал, Сибирь, Дальний Восток были временно потерями. У нас не было союзников, у нас не было красной армии. Мы ее только начали создавать. Не хватало хлеба, не хватало вооружения, не хватало армии. И четырнадцать государств насидали тогда на нас. Но мы не умывали. Не падали в одну войну, организовали под нами красную армию, и превратили нашу страну в военную лагерь. Мы в Великого Ленина основлялись тогда на войну против интернета. И все же, мы разбили интернетов, вернули все, как они им передают. И добились победы. И более положение нашей страны куда лучше, чем двадцать три года назад. Наша страна во многу раз благодарствует. И промышленным успехом, и продовольственным усилием, чем двадцать три года назад. У нас есть слепые союзники, те же, что мы вместе с там делили в том, против немецких захватчиков. Мы имеем теперь сочувствую поддержку всех народов Европы. Отставшихся с другими русской деяниями. Мы имеем теперь замечательные армии, замечательный флаг. Руки отстаиваемчики свободу и беззависимость нашей России. У нас нет серьезных нехватчиков ни флаговольских, ни вооруженных, ни вооруженных, ни вооруженных. Вся наша страна, все народы нашей страны Восстанавливает нашу армию, наш флот. Хватает им разбить охватнические органы немецких пашистиков. Наши людские разведки, действующие пашистиков. Пусть улитов Ленина и его поврежденные знания, как навряд 25. И отечественную войну, так же, как двадцать три года назад. Разве можно сомневаться в том, что мы можем и должны победить немецких захватчиков? Враг не так сильен, хоть и изображает некоторые предугольные интеллигенты. Нет враг страшен, черт, как и он воюет. Кто может отрицать, что наша красная армия не раз обращала антические декста в соленые немецкие войска? Если судить не по последним заявлениям немецких органистов, а по действительным доложам, Германия не трогает понять, что немецко-фашистские захватчики стоят перед катастрофой. Германии теперь царит голод и обнишание. За четыре месяца войны Германия потеряла четыре с половиной миллиона солдат. Германия иссякает кровью, ее людские резервы иссякаются. Плох возмущение овладляет не только народам Европы, подпавшим неподвигу немецких захватчиков, но и самым германским народом, который не видит конца войны. Немецкие захватчики запрягают подседние силы. Нет сомнений, что Германия не может выйти долго такого напряжения. Есть 17 мастер, еще полгода, может быть годик. И гитлорская Германия должна лопнуть под тяжестью своих выступлений. Товарищ красноармейцы Красной Флотции, командир и контрабанды, партизаны и партизаны, на вас смотрят весь мир, как насилуспособные, уничтоженные, разбойничие породы немецких захватчиков. На вас смотрят все народы Европы, временно подпавшие подвигу немецкие дирамиды, как на своих освободительных. Великая освободительная миссия выпала на вашу должность. Пусть те же достоины, века Европы. Великая освободительную, справедливую. Пусть в этой войне вдохновляет вас мужественный образ наших милых предков. Александра Левского, Дмитрия Донцова, Узнебинина, Дмитрия Пожарского, Александра Сувора, Михаила Кукуна. Пусть осенит вас непобедимое знамя Великого Лена. За полный разгром немецких захватчиков, смерть немецких оккупантов, раздравствует нашу славную Родину, ее свобода и независимость. Вот с вами, Дмитрия Донцова, вперед, победа! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok